Приветствую, друзья, на библейском портале «Экзегет» ответы на ваши вопросы. Вселенские соборы, какое отношение они имеют к нам? Действительно, соборы, состоявшиеся с IV по VIII века, так кажется, отдаленно от нас могут иметь какое-то существенное значение для тех времен, которые наступили уже через тысячелетия с Гаком после их окончания. Тем не менее, имеют и самое прямое, и самое важное, ибо на них сформулированы наши вероучительные догматы, которые значительны на все времена бытия человечества, которые содержатся Церковью и установлены для нашего с вами вечного спасения. Их исповедание, их признание, жизнь в свете этих самых догматов и является нашим светом, жизни вечной нашим, связующим не просто звеном, а исповеданием, связывающим нас с вечным Господом нашим и Его Царством. Так что определения Вселенских соборов бесконечно важны и действенны. Вселенские соборы, их было семь, по инициативе императора созывались. Благо тогда весь цивилизованный мир являлся империей, восточной римской империей, которую называют иногда Византией. И вот со времен сложения новой столицы в Константинополе по воле императора Константина Великого, равнопостольного царя, канонизированного церковью за его служение Вселенскому православию. Первый собор состоялся в 325 году в связи с явившейся ересью Ария, злословящего Христа Спасителя, ложно учившего о его тварности, о его небожественности, возвещающему, что было, когда сына не было, предполагая, что он сотворен в самом начале творения, как посредник для творения Богом всего остального мира. Но все это зла речи. Ария приобретала очень большое распространение, опасное для церкви. И вот потребность собрать отцов, святых отцов того времени, многие из которых были подлинными исповедниками, претерпели мучения за Христа и вели святую жизнь. Собрание этих отцов, числом несколько сотен, собрание этих отцов в Никее в 325 году именуется Первым Вселенским собором. Он как раз опроверг ересь Ария, он сформулировал термин «единосущный» в отношении сына и отца. Хотя в непродолжительном, после этого времени арияне собрали свой разбойничий собор, на котором опровергли определение Первого Вселенского собора и еще много беспокойств доставило ариянство православию Вселенской церкви IV века, но собор в Константинополе в 381 году положил полное окончание всех этих треодологических споров, сформулировав еще не до конченое. И все эти 12 членов символа веры нам хорошо знакомы как символ веры, который мы и на всяком богослужении воспеваем за каждой божественной литургией, и не только, и на Малом Повечерии полагается чтение символа веры, и в утренних молитвах православных христиан. Феофан Затворник советует и к вечерним молитвам тоже прибавлять чтение символа веры. И вот этот символ, эти определения вероучительные являются плодом трудов двух первых Вселенских соборов. Остальные Вселенские соборы также созывались императором. Каждый последующий собор начинает свое определение с подтверждения тех истин, которые были сформулированы на предыдущих Вселенских соборах. Формулирует, какие из соборов, состоявшихся прежде, он признает как вселенские. И уже его определения также становятся общеобязательными для Церкви и необходимыми для исповедания ради нашего спасения. Таковы были и третий, и четвертый. На четвертом значительные определения были о соотношении божественной человеческой природы в Господе Иисусе Христе, каким образом они были соединены, неслитно, неизменно, нераздельно, неразлучно. За каждым из этих слов великая глубина богословия, отражающая божественные откровения и наставляющего христиан на правильное понятие о Боге Сыне. Шестой Вселенский собор, утвердивший учения о двух волях, двух действованиях в Иисусе Христе. Наконец, Седьмой Вселенский собор, утвердивший догмат об иконопочитании. И все они бесконечно важны для нас, поскольку Церковь продолжает быть питаема и содержать как сокровища веры те самые вероучительные определения, которые были сформулированы на Вселенских соборах. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.